Вот вы только вдумайтесь, каждый пятый предмет, что нас окружает, сделан из полимеров. Ну вот, например, автомобили, стройматериалы, одежда, да даже вода и еда хранятся в пластиковой посуде. Перечислять можно бесконечно. Ученые уже говорят, что продукты нефтехимии заменили традиционные материалы. Но вот кто стоит за появлением всех этих вещей, узнаем у профессионалов. Мы продолжаем знакомиться с различными профессиями нефтехимического отрасли и даже сами пробуем участвовать в производстве. Мы уже успели проверить качество продукции с лаборантом химического анализа. Провели аудит безопасности с инженером по охране труда. Настал черед следующей профессии. Отправляемся вновь на пермскую площадку компании, которая второй год подряд стала лучшим работодателем России по версии хэдхантера – Сибур. Это место, откуда управляется всеми процессами на установке. То есть это операторное место управления. Знакомьтесь, Михаил Ширенков – аппаратчик шестого разряда. Именно он отвечает за производство два этилгексановой кислоты. Порой, кстати, мы преувеличиваем их враждебность. Кислоты, напротив, даже могут помочь экологии. Да и человек состоит не только из воды. К тому же этот продукт способствует появлению многих полезных веществ. Используется в производстве пластиков, лаков, красок, кабельной продукции и даже в бронестекле. Аппаратчик он стал давно, в 1984 году. Отслужил в армии, вернулся. И так как у меня отец занимался экипорскими приборами, обвязками, то он мне посоветовал сюда прийти работать. Работа интересная. И с этим вряд ли поспоришь. Четыре экрана, два пульта – настоящий центр управления, но не полетами. А производством. В операторной контролируется без малого все. Аппаратчик даже может заглянуть в закрытую установку с помощью видеонаблюдения. То есть прямо отсюда можно увидеть весь химический процесс и управлять им. Здесь можно остановить установку, пустить установку, принять все реагенты, принять все энергоносители, также откачать готовую продукцию. Последнее доверили мне. Небольшой инструктаж и сразу переходим к процессу откачки. Мы сейчас тебе будем кислоту качать. Ты готов? Лучше бы вы, Михаил, меня спросили, готов ли я. Все-таки не каждый день приходится откачивать кислоту. И уж тем более быть аппаратчиком. Но что делать? Тем более современные рабочие на производстве – это скорее айтишник с химическим бэкграундом. Здесь все автоматизировано на 99%. Поэтому постигаю азы профессии, лишь вооружившись мышкой. Наводите курсором на отсекатель. Просто пуск и процесс пошел. Процесс пошел. Если честно, то с виду все это напоминает компьютерную игру. Хотя, конечно, Михаил со мной не согласится. Нет, это совершенно не так. Это ответственно. Безопасность от этого зависит, от того, как вы работаете. Поэтому каждому новичку здесь полагается наставник, который покажет все и научит всему, и опытом поделится. Как вот в этом во всем можно разобраться? Столько различных значков, цифр, букв? Во-первых, нужно время, желание. И нужен наставник, который постепенно вас доведет до того, что вы сможете работать самостоятельно. Ну и про то, что нужно учить в школе химию, забывать не стоит. Да и про профильное образование тоже. Ведь мало знать, какую кнопку в каком случае нажать. Надо представлять, какие процессы последуют за этим. Воображение обязательно надо. Нужно узнать, как проходят процессы в колонне. Ну, чтобы вам было интересно работать, колонна снаружи получается, грубо говоря, труба. Но эта труба, она не просто труба. В ней находятся контактные устройства, так называемые тарелки. Тарелки бывают разного типа. И на каждой тарелке проходит какой-то процесс. Чтобы узнать эту кухню получше, отправляемся на саму установку. Ежедневный обход – неотъемлемая часть работы аппаратчика. Насосной проверяем оборудование. Если нужно, добавляем необходимого компонента для улучшения работы. Все, хватит. Тут же проводим вибродиагностику. Она позволяет оценить состояние оборудования без вмешательства в производство. Такое чувство, что я врач и слушаю пациента. Ну и, конечно, вот она сама установка. Поднимаемся на высоту 18 метров. Почти седьмой этаж. Вот этот теплообменник, на котором нам предстоит прикрутить две арматуры для изменения потока жидкости. Задача – перевести свист с бокового уровня теплообменника. Для этого эту арматуру мы открываем, нижнюю арматуру закрываем. И даже несмотря на то, что весь процесс автоматизирован на 90 с лишним процентов, это далеко не сидящая работа. Постоянно поддержка хорошей физической формы. В общем, полезно для здоровья. По словам Михаила, работа аппаратчика никогда не бывает монотонной. Каждый день приходится делать что-то новое. Сырье приходит разное, для каждого подбирается свой режим. И даже погода и климат влияют на работу. Я, в принципе, не жалею то, что здесь работаю. Мне нравится получать из непонятного продукта, конечно, результат. Влиять на ежеминутно, ежесекундно своими действиями. Либо улучшать, либо внедрять что-то новое. Мне нравится то, что я занимаюсь нормальным делом, которое, ну, мужское дело ответственное. Ну, и здоровье позволяет поддерживать. А еще работа аппаратчика – это прекрасная возможность насладиться местными пейзажами. Все-таки с высоты 18 метров открывается неповторимый вид. Именно отсюда Михаил уже более 30 лет наблюдает за тем, как развивается завод. Появляются новые производства и новые профессии, с которыми нам еще предстоит познакомиться. Продолжение следует... Продолжение следует...